Нет, там комбинационные сады просто заняли определенный контингент То есть, мы сейчас думаем, может быть комбинационные сады А таких не хватает Смотрим рейтинг вопросов Значит, по рейтингу 15 вопросов поступило по автостоянкам во дворе Первое место по вопросам Второе место по вопросам ЖКК, 8 вопросов Третье место по вопросам это общественный порядок и водустройство Медицина самая интересная, два вопроса всего Даже один Слушаем вас, здравствуйте, говорите Здравствуйте, это говорит член садоводческого общества Я хочу Матвееву задать вопрос Да, они здесь оба главы Представьтесь, пожалуйста Я Ерчина Лидия Андреевна, молодежная журнала 502 У нас второй, ну, прошлый год не было переправы через Волгу на левый берег Нынче будет ли эта переправа организована? Вот такой вопрос Понятно Лидия Андреевна, в этой части, значит, сейчас, в целом, депутаты городского собрания и профильная комиссия работают в этом направлении Что такое, да? Да, вопрос, конечно, очень сложный Сложный тем, что, значит, проблема заключается прежде всего в том, что они, как бы, ну, недоходной частью, что ли То есть, в принципе, народ-то ездит по льготам По льготам Ну, а в данном предприятии, значит, госпереводчик, он в убытке Вопрос ставится в предоставлении каких-либо, значит, дотаций стороны города Ну, так попросите дотации в республике На все нужды дают А почему нам у нас 450 участков? 450 По нашим подсчетам 150 Нет, 470 было, 20 заброшенных А сейчас, в прошлый год, может быть, штук 100 забросили Забросили, потому что не ездил пароход А мы в 92-м году получали, мы там 20 лет И нас, вот, второй год лишают этой возможности Шагать по пойме По разливу У нас мы уже старые Понятно, все понятно Лидия Андреевна, значит так Вопрос-то правильный И ситуация очень сложная в этом направлении Его обязательно нужно решать Сейчас мы работаем по поводу выяснений всех обстоятельств И, надеюсь, в конце апреля мы будем встречаться уже с руководством Речного порта Речного порта, да Ну, надо встречаться Уже Волга-то открыто 1 мая каждый год ездили И каждый год деньги находили А почему-то второй год не находятся деньги По какой причине, нам всем непонятно У Сироткина мы были 5 раз Он только развел руками и сказал, что у меня денег нет Так попросим в этой, в республике Республика нет, почему Москва дает А почему на это не дает Лидия Андреевна Да А если организовать комельские перевозки То есть без льгот Как он на это сможет? Что же? Это будет дорого слишком? Есть организовать без льгот перевозки Ну, не 100 же рублей Нас ладко перевозят за 100 рублей Пенсия и 100 рублей в день 100 рублей туда и 100 рублей оттуда Понятно Ну, где-то согласно, рублей на 50 Ну, хотя бы на 60 раз уже денег в городе нет Ну, не нас тоже Лидия Андреевна Ай Сироткин Руслан Валерьевич Значит, в целом я могу сказать о том Что мы направили соответствующее предложение В АО Речной порт Чтобы они организовали перевозку за 50-60 рублей А мы бы субсидировали для людей социально незащищенных Которые имеют небольшой доход Через электронные карты Которые, вы знаете, у нас сейчас там в троллейбусах Но, в принципе, мы 100 человек эти карты можем выдать Это не проблема Тут, тем более, сейчас у нас выдается универсальная электронная карта Которая, значит, имеет транспортное приложение Это как бы технологический вопрос Но пока речной порт говорит нам, что за 50-60 рублей ездить никто не будет Потому что субсидировать вы будете только тех, кто нуждается в социальной помощи И за 100 рублей ездят Вот поэтому, Лидия Андреевна У меня просьба Может быть, все-таки вам параллельно и в речной порт Как бы обратиться о том, что вы согласны За 50-60 рублей, значит, кстати, ездить Хорошо, мы позвоним Спасибо Мы позвоним в речной порт Мы уже там, мы в прокуратуру обращались И я лично этому, Игнатьеву два письма написала Но он ответ, ответ всем, от министерств у меня целая коробка ответов И там написано, просто отписка Это не наше ведомство, это не наша земля Начали землю делить между чебоксарами и моринцами А мы? Лидия Андреевна Нет, ну, ваше садовольческое товариство находится на территории, насколько я понимаю, Чебоксарского района Ну, так а нам-то дали Да, да, да Только недели чебоксарили, вымерли, чего-то дали И позже все, и мы ездили А сейчас что-то сделали с нами? Я, кстати, обратился, значит, с вопросом, как бы, на обсуждение в адрес руководителей Чебоксарского района На предмет включения этой территории в черту города Новочебоксарска Они рассматривают это предложение? Я думаю, это было бы тоже, как бы, нормально в рамках развития этой завозской части Но они, знаете что, нам транспорт ответил, что до 2025 года в перспективу строительства дороги не входит Нет, я не про дорогу Вы грамотный человек, поймите, что по пойме нельзя сделать асфальт Я не про дорогу, я про развитие территории Нам не надо территорию, нам надо пароход Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!